Всем привет! Это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru. Сегодня короткий сюжет про вора Константина Гинзбурга по прозвищу Гизя. Вот его могила. Скоропостижно скончался 28 октября 2013 года, в возрасте 42 лет. Оторвался Тромб. Одно время Гизю сравнивали по влиянию на криминальные процессы с самим Япончиком. По крайней мере, об этом писали специализированные издания. Однако сравнение это скорее исходило из-за медийности Гинзбурга. Он жил открыто в Москве, посещал светские тусовки, ужинал в дорогих ресторанах, ходил на концерты звезд. Ни о какой закрытости за семью печатями речи не шло. Поэтому после того, как американские спецслужбы в 2009 году прибыли в Москву, чтобы совместно с русскими коллегами расследовать ряд преступлений и в ходе переговоров всплыло имя Константина Гинзбурга, то несколько изданий написало о боссе русской мафии в США Гинзбурге. После этого информацию подхватили американские журналисты. В итоге Гизя и был представлен одним из самых влиятельных авторитетов того времени. Но раскрутить его на всемирную славу, как это было с япончиком, журналистам не удалось и в итоге тема сникла. Но, как говорится, осадок остался и порой при очередном задержании газеты могли представить Гинзбурга как влиятельнейшего вора в законе. Как бы то ни было, родился Константин Гинзбург в Москве 4 мая 1971 года, жил в Северном Тушино. Когда началось кооперативное движение, а за ним и последовавший рэкет, Гизя был уже совершеннолетним парнем, которого хорошо знали в местных катранах. Если выражаться простыми словами, то катран – это подпольное нелегальное игорное заведение. Здесь крутились большие деньги еще со времен СССР. И контингент присутствовал здесь соответствующий. Были те, кто через знакомство попадал в катран в надежде на крупный выигрыш. В то же время были здесь и люди, которые жили только за счет карточной игры. И если первые, как правило, оставляли в катране все заработанные где-нибудь на производстве деньги, а то и оставались еще должны не одну зарплату, то вторые, наоборот, были выигрыши. И скорее всего здесь речь идет не про удачу. Не зря же существовали так называемые каталы – профессионалы карточного дела с очень развитым интеллектом, которые могли вычислить карты партнера. Присутствовали здесь, конечно, и шулеры, которые также выигрывали, но с помощью ловких махинаций с картами. Их выигрыш строился на карточном обмане. Что касается Гинзбурга, он был именно каталой. И в пору своей молодости уже имел авторитет среди уголовников, которые не могли не замечать опытного игрока. Однажды, как говорили, специально для него подготовили богатого соперника, который был директором одного из крупных предприятий. Нарочно сделали так, что этот директор увидел игру молодого Кости, который два раза подряд проиграл сопернику, а по сути подельнику. После очередного проигрыша Гинзбург якобы в сердцах достал крупную пачку денег, кинул на стол, явно собираясь отыграться и еще и приумножить средства. Но подельник отказался, хотя Костя явно настаивал. Как говорили, главное в тот момент было не переигрывать свои роли. И директор, не чуя подвоха, видимо решил, что сегодня ему повезло. Перед ним был совсем молодой парень, по всей видимости неопытный в игре и жаждущий реванша. И директор сам проявил инициативу для игры по-крупному. Наверное, не стоит говорить, что соперник Гизи оставил в Катране все свои деньги, а также проиграл автомобиль. Кстати, Гинзбург не только прославился сражениями на Катранах, но даже участвовал в официальных турнирах по покеру и бриджу, где также снискал славу настоящего игрока-профессионала. Что касается карманных краж, говорили, что Костя считал это занятие недостойным. Естественно, что проверить эти слова невозможно. Но исходя из истории, становится и так понятным, что на рубеже 80-х и 90-х годов это занятие уже не было таким почетным у современных законников. Новое поколение воров не понимало, зачем красть из кармана, когда можно заниматься другими делами, в то время как старые законники, всю свою молодость проворовавшие, наоборот, считали воровским делом только кражи. Естественно, что и среди старых воров-карманников были те, кто смог подстроиться под новое время, когда другие так и не приняли новые правила. В общем, с началом кооперативного движения Костя Гинзбург, еще не достигнув 20 лет, присоединился к одной из химкинских группировок, которая только начинала осваивать вымогательство. Действовали довольно жестко при прессинге кооператоров, не стеснялись подтверждать угрозы действиями, но до убийств не доходило. Избитые жертвы Рэкета сперва обращались в милицию и на первых порах это даже помогало. И Костя как раз стал одним из первых, кто был арестован в составе ОПГ за вымогательство. Это было в 1989 году, когда все еще только набирало обороты. Первый срок грозил быть крупным, но, как говорили, Гинзбургу повезло. Часть жертв Рэкета отказались от своих показаний. В деле остался один незначительный эпизод с вымогательством, а также статья о хранении оружия. В итоге суд приговорил молодого парня к четырем годам лишения свободы. Обладая, по сути, аналитическим складом ума, Костя, скорее всего, за время, проведенное в неволе, продумал свою дальнейшую жизненную стратегию. Все так же, поддерживая и закрепляя свой авторитет в уголовной среде с помощью карточных игр, одним из занятий воров, он наращивал свои связи среди влиятельных заключенных, которые были связаны непосредственно с ворами в законе. Поэтому к моменту выхода на свободу, Гинзбург уже определил для себя последующие цели, еще в заключении подготовив необходимую для себя почву. С этого момента он и появляется в окружении уже известного на тот момент деда Хасана. Тому порекомендовали Гизю как рассудительного человека, способного принести пользу воровскому движению. Дед Хасан имел огромное влияние. Практически любой крупный бизнес так или иначе был связан с его структурами, и Костя играл не последнюю роль в этой структуре. Он уже не присутствовал при каких-то наездах на коммерсантов или бандитских стрелках. Такие дела он перерос. Гинзбург предпочитал вести дипломатическую деятельность в воровском сообществе. Как сказали, его деятельность скорее была связана с экономической составляющей, чем с силовой. В 29 лет Гинзбургу был сделан так называемый воровской подход. С осени 2000 года он уже числился в базе силовиков как вор в законе. После этого Костю стали зачастую задерживать, но ограничиваясь лишь профилактической беседой. В 2002 году он задерживался оперативниками на крупной воровской сходке в кафе на территории Таманской дивизии. Тогда оперативники задержали более 30 воров и авторитетов, собравшихся обсудить свои проблемы. Но затем всех отпустили, в том числе и Костю. Гинзбург, что называется, был серым кардиналом, на котором были завязаны финансовые потоки, поступающие из многочисленных сфер бизнеса. Даже сегодня нельзя упоминать те структуры, которые он контролировал. Многие из владельцев крупного бизнеса уже после смерти Гизи пожелали откреститься от того, что по сути именно он играл немаловажную роль в развитии их предприятий. Не забывал Костя и про непосредственно современные воровские дела. Участвовал в крупнейшей воровской сходке 6 ноября 2008 года, которая проходила в одном из столичных ресторанов. В тот день собралось большое количество сторонников деда Хасана. На встрече обсуждался давний конфликт с кутаистскими ворами, какие меры и кому следует предпринять. Здесь же был сделан так называемый воровской подход к 11 стремящимся. Дальше, если верить информации тех самых сотрудников ФБР, про которые говорил вначале, уже в 2000-е Константин Гинсбург являлся чуть ли не предводителем всей русскоговорящей преступности в Америке. Действительно, после ухода япончика и его сподвижника Тимохи с американской земли эстафету по контролю русских бригад США якобы принял Гинсбург. Но им контролировалось только несколько преступных групп, действующих в крупных городах. Что интересно, в отличие от своих кутаистских коллег, поставившими на поток кражи в богатых домах Европы, бригады, про которых говорили ФБРовцы, якобы контролирующиеся Гизей, работали совершенно в другом направлении. Здесь речь идёт уже про различные мошеннические схемы, когда с помощью банковских и страховых афёр из экономики США выводились достаточно большие деньги. Между тем, прямых доказательств причастности к этому Гинсбурга у американцев не было. Лишь несколько свидетелей, которые утверждали, что Гизя стоит чуть ли не во главе всей этой структуры. Московские силовики мало чем смогли помочь своим коллегам из Америки. Что интересно, Костя часто посещал США, навещая живущую здесь мать, и отказать ему в посещении страны не могли. Лишь когда американцы затрубили на весь мир про преступную организацию под названием «Братский круг», неверно интерпретировав на английский язык хорошо знакомый россиянам термин «братва», Гинсбург лишился возможности навещать маму. Сам он не числился в списках «братского круга», но числились хорошие его друзья, что дало основание американцам внести и Гизю в тот самый чёрный список нежелательных граждан. Что интересно, дед Хасан конфликтовал с кутаистскими ворами, но Костю все эти разборки обходили стороной. Была информация, что однажды он поставил свою подпись в воровском прогоне о непризнании ряда кутаистских воров, но никакой реакции в отношении него не последовало. В последние годы жизни Гизю часто можно было встретить в компании с другим законником Костылём, который дистанцировался от всего передела, предпочитая не участвовать в сомнительных и хитроумных схемах, которые строились в борьбе уже чисто за деньги. В январе 2013 года был убит дед Хасан и тогда было непонятно, к чему в итоге приведёт его гибель. Самому Косте так и не суждено будет узнать, какие процессы начнутся в борьбе за власть. Он скончается 28 октября 2013 года. Незадолго до смерти он потерял мать, что, вероятно, и усугубило состояние здоровья. В последний год Костя сильно переживал, много проигрывал в европейских казино. Как говорится, карта не шла ни в игре, ни в делах бизнеса. Проститься с Константином Гинзбургом пришли многие авторитеты, а также несколько воров в законе. Костю Гизю можно смело отнести к ворам в законе новой формации. Дело не в возрасте без временно ушедшего авторитета. Гизя перечеркнул многие правила и понятия, которым, следуя почти вековой традиции, обязана руководствоваться титулованная особа. У самых истоков чисто российского явления стояли люди, освоившие в совершенстве искусство кармана. Ловкость рук и природная смелость обеспечивали пропитание. Заработок воров в законе, вынужденных всю жизнь официально не работать, не вступать ни в какой контакт с государством, кроме конфликта, мог состоять только из добытого карманными кражами и картежной игрой. С картами Константина Гинзбурга обстояла как раз вполне в духе неписанных законов. Но помимо карт, Костя преуспел и в бизнесе, о чем не принято говорить. Те, кто относится к бизнес-сообществу и был в свое время связан с Гинзбургом, и сегодня не хотели бы проливать свет на все эти события, которые происходили при Гизе. В общем, кто-то смотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока!